Приветствую вас на канале RedCat! Сегодня будет Tower Defense Simulator, которого многие из вас просили снять. В принципе, там я смотрел, что довольно-таки простой ивент, простой босс, так что ничего там сложного нету и даже не собирался снимать видео, но мне Марк рассказал, что там есть один баг. Ну, баги я люблю, поэтому решил все-таки снять ивенты и показать вам этот интересный баг. Сейчас вместе с проэндером и Марком мы отправляемся на ивент. В принципе, я возьму, наверное, мини-ганчика и все. Снайпер, скаут, кто мне еще нужен? Думаю, этого достаточно будет. Ну что, ребята, отправляемся тогда. Сейчас я создам комнатку. Вот здесь посередине прикольная механизированная утка стоит. Очень такая страшная какая-то утка прилетела, непонятная. Ну и сейчас можно просто зайти в круг и создать пати-мод. Ну и если вы в одиночку зашли на сервер, то вы можете выбрать Quick Play и вам в рандомно подберут людей. Единственная была проблема, чтобы тот третий, точнее четвертый человек, кто к нам присоединится, чтобы он все делал правильно и не помешал нам сделать баг. Довольно-таки прикольная, если честно, локация эта ферма. И сейчас, ребята, наверное, все-таки, я не знаю, как это назвать. Ну, короче, сейчас на нас будут атаковать уточки, бешеные какие-то. Видимо, все-таки осуществились какие-то вот эти вот дикие идеи России про то, что биологическое оружие где-то в биолабораториях США разрабатывалось. И вот это био-утки, видимо, с Украины, так как они желтые, нападают на несчастную ферму. Вам нужно защитить ферму и также можете еще слева-справа, вы видите, что огород растет, его можно как бы собирать. Там денюжки растут на грядках и это вам увеличит быстрее прокачиваться, чтобы быстрее покупать разных юнитов. Ну, идея с уточками довольно-таки веселая, они потешные, они защищают, видимо, свою ферму, либо же просто бегут кушать зерна. Поэтому, в принципе, учитывая, что вначале они будут хорошо вашу дамажить ферму, то, наверное, есть смысл медиков все-таки взять кому-то из игроков для того, чтобы восстановить ХП, которое будет утрачено вашей фермой. Ну что ж, идем дальше, ребят. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Сейчас непосредственно про баг. Вы видите, что мы оставили одну грядку, эту грядку не нужно трогать и тогда вы можете бесконечно ставить себе, будут бесконечные волны, а босс не будет появляться. Сейчас, ребята, я вам покажу одну из вариантов тактик. То есть вы берете все мини-ганеров, кто-то снайпера, диджея, командера и медика. Медика, как я вам уже сказал, для того, чтобы восстанавливать, собственно, ваш огородик, вашу ферму, но остальные вы тоже поняли для чего. Так вот, в чем смысл бага, еще раз вам поясню, а вы пока смотрите, какие тактики есть на этот бой, так сказать. Короче, если вы не собираете последний урожай, то вы можете прокачивать ваших юнитов бесконечно, пока вы все 40 юнитов не прокачаете до максимума. Сейчас мы как раз этим и занимаемся. И чтобы вы не смотрели долго и нутно, как мы это делаем, то я вам показываю одну из тактик, которая работает на этот бой. И сейчас посмотрим, что сделают наши юниты, которые полностью прокачаны в этой игре. Ну что ж, смотрим. Вот, ребят, вы видите, что у нас справа осталась последняя грядочка, и как только мы ее сейчас сорвем, то выйдет босс. Все, ребят, мы уже прокачали все по максимуму. У меня 30 мини-ганеров, 10 снайперов, все на максимум, четвертые уровни там, пятые у них, соответственно. И как бы все окей, все замечательно. Вот, начинаются наши боссы. Давайте смотреть, что будет с ними. Даки-ду. Ура. 250 тысяч всего босса, так бы так немного, поэтому мы сейчас приступим к уничтожению. Кстати, очень красиво смотрится, когда команда работает ночью, так что советую вам хотя бы 3 командира взять, чтобы у вас все освещалось красиво. О, кстати, он атакует еще нашу ферму, поэтому, ребята, позаботьтесь о том, чтобы ваша ферма была не полностью на нолях, а потому что, видите, вы не можете остановить эту курочку, эту уточку точнее, и она все же будет вашу ферму бить. Видите, как красиво. Вау! Спецэффекты прям, не знаю, так сколько она за один раз? 1499, 1399. В общем, соточку снимает. Получается, что если вы не сможете за нужное вам время убить, это, в принципе, довольно-таки долго, я смотрю, 98 минут 50 секунд. Короче, вам 100 минут дается для того, чтобы ее убить, но она еще сносит по 100 хп. Надо посмотреть, с какой периодичностью он это делает, потому что у вас-то всего не так много в домике, почти 2000 у вас. То есть на 20 атак, по сути, на 19 точнее даже вам хватит вашего домика. Так, ну, я решил, чтобы это все быстрее было. Вот, давайте посчитаем. Вот первая атака, допустим, да? Сколько пройдет времени? Так, ну, вот я засек время, сейчас посмотрю, с какой периодичностью атаковать будет она на нашу ферму. Я сейчас переставляю всех своих дальних для того, чтобы они фокусировались только на главной цели. Ну, потому что, в смысле-то, мы быстрее уничтожим ее. Миниганеры, они же вблизи стреляют, поэтому нет смысла переключаться. А вот уточку могут спокойно мои снайперы стрелять в первую очередь, а не те уточки, которые сейчас параллельно выбегают из камышей. Так, ну что, ребят, 35. Ну, где-то раз в 40 секунд, получается, вас атакуют и по соточке снимают. Ну, что это говорит? Это говорит о том, что, по сути, у вас есть только 19 минут. Ну, даже меньше. Грубо говоря, 15 минут у вас есть, чтобы убить. Я не знаю, для чего этот таймер, потому что, в принципе, вы бы больше и не выдержали 15 атак. Ну, точнее, 19 атак в течение 15 минут этого босса. Ну, все, ребята, мы прошли этого босса. Естественно, мы проходили его очень долго из-за того, что хотели по максимуму прокачать, но в целом можно прокачивать и не по максимуму, так, чтобы вы просто были уверены, что вы точно расправитесь с этой уткой. Окей, ребята, выкидывай сейчас нас в игру и, соответственно, вы нажимаете в ивент и там забираете свои призы. Сейчас я уже могу забрать себе один скин. Таким образом, вы играете постоянно с этим боссом, зарабатываете очки и забираете все скины, которые предлагаются в этом ивенте. Мне они как бы не нужны, я не буду проходить ивент, но вот такой вот баг прикольный есть. Так что, ребята, помните о нем пока он еще не пофиксен, так что вы можете спокойно его использовать. Ну, что ж, ребята, на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok